Понимаешь, в этом и проблема основная. Люди не хотят платить деньги. Это проблема. И может вся твоя идея, она хорошая, но она не жизнеспособна, потому что есть причина, что люди не готовы платить за визу. Вот и все. При этом в этой визе могут отказать. Такие бывали варианты. Поэтому, я не знаю, просто хочешь заниматься этим, занимайся. Мы можем работать. Я же тебе говорю, давай там твоих работодателей, давай наших работодателей. Проблема не в работодателе даже. Вот на эту как раз, на Аляску проблем нету найти работодателя, потому что это тяжелая работа, туда никто не хочет ехать. Проблема именно в том, что людям отказывают в визах, бывает, и тогда они теряют деньги. А никто не хочет работать бесплатно. Вот и все. Подготовить документ, подготовить к собеседованию человека, это все затраты. И затраты по американским тарифам. Понимаешь? И адвокат тот же самый, да, американский. Он не будет работать бесплатно. Вот. Эти все сказки про белого бычка, что там есть такие адвокаты, которые берут по постоплате, это бред. Этого нет. Я 6 лет же живу и не слышал о таком адвокате ни одном, что кто-то делает бесплатно, а потом, если дадут визу, тогда с адвокатом рассчитывают. Во-первых, никто не рассчитается. Ну, может быть, маленькое количество порядочных людей. В основном это, извини за меня за выражение, это в основном люди необразованные. Ну, кто поедет на Аляску работать в ад, в это реально, в рыбу, в вонь, ну, этот человек с высшим образованием туда не поедет, правильно? Ну, согласи. Вот. И они все время хотят, и они все, есть порядочные, есть, я согласен, есть, может быть, человек не отучился, там, действительно, там, ну, не способен к наукам, но он порядочный человек. Но их очень мало, очень мало. В основном это быдло, понимаешь? Я просто сталкивался с этим всем, с этой категорией, которые все хотят на халяву, первое, они ни за что не хотят платить, они хотят кого-то обмануть обязательно, понимаешь? Это все, это такая публика, поэтому я не знаю, я не... Хочешь, попробуй, давай, найди пару клиентов, которые готовы заплатить, сделаем, но если им откажут визе, потом они к тебе будут приходить и требовать деньги назад. Хотя ты будешь объяснять, что мы не возвращаем, вот договор, вот условия, они все равно будут говорить, что вы их обманули, вы виноваты, и Моша виноват, и ты виноват, и все, все будут виноваты вокруг, только один он будет прав, потому что он только себя слышит. Вот такая категория людей, понимаешь? Я хочу от этого уйти, от всех этих, от этой публики. Ну, вот так вот высказался. Угу. Да. Ну, хорошо, можем мы так поступить, то есть попробовать в плане того, вот я напишу в базе... Скинь своих работодателей, скинь, если у тебя есть уже работодатели, я посмотрю их. У меня есть человек, вот Марина, которая занимается работодателями, она обзвонит, она говорит идеально на английском. Поговорит, посмотрит, может быть, эти работодатели общие, у меня они есть в базе, и у вас. Может быть, каких-то вы найдете, которых мы не знаем. Я посмотрю. Обзвоним, я тебе дам, это бесплатно, я тебе сделаю, как бы, просто, вот, скажем так, час работы, она обзвонит, имейлы разошлет, запросит у них, что у них актуально. Нет проблем. Это мы тебе сделаем. Но лучше, если ты хочешь заниматься эмиграцией, уходи в нормальную публику, уходи в предпринимателей, уходи в студентов, которые хотят образование получить, у которых состоятельные родители, либо они сами заработали деньги. Уходи в публику, которая, ну, не вот это, не народ, который хочет поехать на заработки на 10 долларов в час и потом вернуться в Украину. С ними ты не заработаешь ничего, ты заработаешь головные боли. Я 6 лет в этом бизнесе, я знаю, что говорю просто. Я знаю, где есть деньги, а где денег нет. Вот ты выбрал категорию самую-самую неденежную, самую проблемную. Ну, в общем, решать тебе, присылай списки, обзвоним, посмотрим и подумай. Если ты активный человек, то лучше посмотри наши сайты, посмотри мой YouTube-канал, посмотри то, что я рассказываю, где есть действительно, можно заработать в эмиграции, какие ниши. Это выход на компании украинских, на американский рынок. Сейчас тебе пришлю баннер, посмотри. Вот тут есть деньги. Легче потратить, конечно, на одного найти клиента и он тебе будет кормить весь год, чем 100 людей, которые хотят на Аляску. Вот так вот.